В Ненецком округе состоялось завершающее в этом году заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории региона. Подробнее расскажет Наталья Кислякова. Первый вопрос на заседании комиссии о незаконном обороте алкогольной продукции. По итогам 11 месяцев 2019 года было проведено 56 проверочных мероприятий и составлено 27 протоколов. У нас в текущем году, в 2017 году у нас были изменения в уголовной законодательстве, где у нас за повторную реализацию алкогольной продукции физическими лицами была введена уже уголовная ответственность. И в текущем году по данным фактам у нас возбуждено два уголовного дела в отношении физических лиц за неоднократность. То есть два лица в этом году у нас. Но это в основном у нас те, которые занимаются ночной доставкой. Что касается правонарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции, проводился ряд проверок, которые коснулись магазинов, медицинских и образовательных организаций, точек общепитой и пищевой промышленности, станции технического обслуживания предприятий сферы ЖКХ и салонов красоты. В ходе проверок фальсифицированных, контрафактных и запрещенных к возу на территории Российской Федерации товаров не выявлялось. Управлением за 11 месяцев в отношении виновных лиц составлено 163 протокола об административных правонарушениях по 20 статьям КПРФ. Из них 149 составлено по результатам проверок управления, 6 по результатам проверок прокуратуры, 4 по материалам проверок администрации города Наринмара, 1 по материалам проверки ГЖИ и 3 по материалам ОМВД России по НАУ. По административным делам вынесено 157 постановлений, в том числе управлением 130. Из них назначено 25 предупреждений, устных замечаний и 105 штрафов. Говорили на заседании и о ситуации, а также принимаемых в мерах в сфере незаконного оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории округа. Проводился мониторинг на наличие просроченных препаратов, пришедших в негодность и фальсифицированных лекарственных средств. Организован мониторинг безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий. Для того, чтобы предотвратить попадание на территорию округа фальсифицированных лекарственных препаратов и медизделий, все фарм и медорганизации работают с крупными поставщиками, имеющие хорошую репутацию. До сегодняшнего момента мы не получали в медицинских организациях и фарм-организации фальсифицированные лекарственные препараты. Кроме того, у нас налажено регулярное получение информационных писем из Росздравнадзора, которые информируют участников обращения лекарственных препаратов о том, что определенные серии препаратов вызывают сомнения. По крайней мере, за последние три года мы не изымали лекарственных препаратов, у которых было подтверждено, что это фальсифицированные лекарственные препараты. На заседании также рассмотрели вопросы о работе участковых по профилактике незаконного оборота промышленной продукции на селе. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.